Всем привет! Спасибо всем, кто заглянул в это видео. Сегодня буду рассказывать, как я получила все документы и почему решила уйти от мужа. И одновременно отвечу на вопросы, которые возникали время от времени. Просто решила вот так уже объединить в одну тему. Ну, и так, на момент нашего знакомства с мужем, он тогда был уже в разводе 3 года. И, в общем, так у нас получилось, что его первая жена узнала, что он познакомился и привез девушку из другой страны в качестве невесты меня. И первое, что она делала, сделала это передала в суд на пересмотрение алиментов. Собственно, понятно, совместные дети, расходы. Испугалась, что он ей платит мало, значит, есть деньги создать новую семью. Так, то есть этот этап мы прошли. Он начал платить больше. И затем вот мы расстались, да, вы эту историю нашу знаете. И затем, когда мы с ним сошлись все-таки вновь, мы расписались. Первое, что она сказала детям, как только Марина получит все документы, она незамедлительно уйдет от вашего отца. Затем, когда она узнала, что мы ожидаем ребенка, было заявление, что теперь он будет выплачивать еще алименты еще на новых детей. И, то есть, как бы я в Америке именно с этой целью. То есть, получить документы, родить ребенка и жить припеваючи. Секундочку. Что, Никита? Ухода в окна. Ухода в окна. Май приедет через 3 дня. Вы? Да. Какая? Вот. И это, пожалуй, будет ответом на комментарии, знакома ли я с мамой мальчиков и поддерживаю ли я с ней какие-либо отношения. Мама мальчиков, она живет в другом штате, там же, где и мальчики, где родился мой муж. Она тоже из штата Аризона. И мы никогда с ней лично не встречались. Мой муж всегда ездит за мальчиками самостоятельно в аэропорт. Он за ними летает и привозит точно так же потом самостоятельно. Я в это время нахожусь дома. И на самом деле я не удивлена ее словами. Конечно, мне было где-то в чем-то обидно, безусловно, потому что человек не знает меня совершенно. Но я понимаю, почему она это сказала. Действительно, девочки мои дорогие, кто планирует, кто рассматривает вариант встретить мужчину на сайте знакомых, приехать в Америку по визе невесты, либо по визе жены, к нам относятся именно так. Особо такие хейтеры, да, нас называют бандерольками, называют невеста по почте. Это еще такой самый ласкательный вариант, только чтобы не грубить здесь в эфире. То есть нас воспринимают не очень хорошо. И для этого действительно существует ряд причин. И чем чаще ты встречаешь людей, которые приехали тоже по этой визе, по визе невесты, и слыша их истории, мы в этом убеждаемся сами. Я в этом точно так же убеждаюсь. У меня есть много примеров положительных, которые ребята точно так же встретились на обычных сайтах знакомств. Они приехали, они в браке много-много лет, уже строят и совместный бизнес, и в общем все замечательно, все здорово, отличные отношения, как у нас с мужем. Но очень много примеров, когда действительно женщины используют мужчин с целью легального пересечения границы, легально приехать в Америку, и затем, когда они получают все документы, они уходят. И в лучшем варианте женщины уходят спокойно и начинают свою жизнь в новой стране. Очень часто женщины начинают предъявлять претензии, требовать от мужчин тоже какие-то выплаты. И вот тогда начинается очень-очень плохая история. Я сама лично знаю нескольких девочек. Я с ними не общаюсь, потому что мы, как правильно сказать, мы немножко разные. Мы по-разному смотрим на отношения и на жизнь в целом. Поэтому общение у нас состоялось, но дружба не получилась. И я действительно знаю нескольких девочек, которые целенаправленно искали возможность переехать в Америку. Сделали это благодаря знакомству на сайте. И то есть они, в принципе, понимали, что мужчина это не их. Им просто хотелось попасть легально в Америку. Они для этого пошли на определенные жертвы. Я никого не осуждаю. Я не знаю полностью историю этих женщин, какой путь они прошли, почему они приняли такое решение. Я лишь не понимаю, когда ты это делаешь заведомо, зная, что ты не будешь с этим человеком в будущем. И затем ты еще требуешь от него какую-то денежную компенсацию. В общем, именно этот момент я считаю неправильным. Если уж так получилось, каждый, возможно, в этих отношениях получил какой-то бонус. В общем, мы все понимаем, да, какой. Во всяком случае, я считаю, что после развода нужно хотя бы вести себя более правильно. Вот в таких парах отношения распадаются, в принципе, в первые два года. После того, как женщина получила свою первую грин-карту на два года. Затем необходимо подавать на десятилетнюю грин-карту. И если отношения в семье нормальные, то очень часто женщина дотягивает до этого момента, чтобы получить свою десятилетнюю грин-карту. И уходит уже затем. Бывают такие ситуации, когда происходит, скажем, абьюз в семье. И женщина просто не может вытерпеть даже этих вот два года до получения первой грин-карты. И она уходит раньше. Как правило, это шелтер. И там уже помогают с оформлением всех документов, если абьюз со стороны мужа был доказан. Вот. Поэтому, конечно, к нам, к женщинам, которые приехали сюда по визе невесты, очень много недоверия. Это правда. И поэтому порой нам вот именно нужно не доказывать, но с пониманием относиться, что очень много историй именно такого плана. Когда кто-то где-то кому-то рассказал, что его знакомый, либо его брат, либо друг друга. Вот так вот тоже познакомился с женщиной онлайн. Затем она приехала в Америку. У них не получилось. И, в общем, некрасивая какая-то история произошла. Почему так вообще происходит? Потому что мужчина, когда берет на себя обязательства по визе невесты, он подписывает все документы, собирает определенный пакет документов. И он обязуется следующие 10 лет, либо до получения женщиной гражданства, содержать ее и покрывать полностью все ее расходы. И, конечно, поэтому это очень-очень длительный срок. Я уже получила гражданство. Я получила гражданство 2 года назад. И, конечно, когда жена мужа, она узнала от своих детей, что я получила гражданство, она сказала, вот теперь Марина точно уйдет. Но, как вы видите, мы в браке до сих пор. Вот недавно мы отмечали нашу шестую годовщину. У нас еще есть много совместных планов на будущее. И дай бог, все будет хорошо. Мы не разведемся. Мы будем вместе. И все наши планы осуществятся. Но я хотела бы именно этим видео помочь тем девочкам, которые рассматривают визу невесты, кто в отношениях. И быть готовыми к тому, что, возможно, вашего жениха, бойфренда могут отговаривать от женитьбы на вас, рассказывая им вот такие вот истории. Моего мужа точно так же отговаривали от женитьбы на мне, когда он на тот момент менял работу. И просто вот так в процессе знакомства уже с коллегами был задан ему вопрос. И он сказал, что у него есть невеста, но она находится в другой стране, в Украине. И моментально люди ему сказали, а ты уверен в этой женщине? Ты знаешь, сколько женщин приезжают сюда только из-за грин-карты? И в лучшем случае они потом уходят спокойно. Но это здорово, что мой муж, он человек взрослый, серьезный, он принимает решения. То есть у нас уже с ним были на тот момент отношения какое-то время. И он понимал, что я не из тех женщин. Но очень часто люди могут быть, могут попадать под влияние других людей. И у них начинают закрадываться сомнения. И, конечно, если человек в общении с вами хотя бы заподозрит, что для вас факт иммиграции важнее, чем он, скорее всего, он такие отношения может, если не приостановить сразу, то хотя бы поставить, скажем так, на паузу и смотреть, насколько у вас реальные отношения. Потому что мужчина, как я повторюсь, он отберет на себя обязательства на 10 лет. И это финансовые обязательства. Это не дешево. Вот, девочки мои дорогие. Поэтому будьте, пожалуйста, очень внимательны, когда вы знакомитесь с мужчинами. Понимайте, что у них есть точно так же свои опасения. И им точно так же хочется быть уверенным, что вы ищете настоящие отношения на сайте знакомств, а не просто возможность иммиграции в другую страну за его счет. Так, ребят, всем большое спасибо. Как вы поняли из этого видео, я ни с кем не развожусь. У нас с мужем, слава богу, все нормально, но такие истории есть. И, скорее всего, первое время к вам именно так и могут относиться. Так, на сегодня я с вами прощаюсь. Если есть еще какие-то вопросы, оставляйте под этим видео, либо пишите в личные сообщения. Я отвечу на ваш вопрос. А для меня здорово, потому что это будет новая идея для моих следующих видео. Так, сейчас я с вами прощаюсь. И, как всегда, увидимся с вами в моих следующих видео. Пока-пока, ребят.